здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю всех кто поддерживает мой канал в начале этого фильма я хочу всех поблагодарить за ваши отзывы и комментарии к расшифровке кода 19 благодарю вас очень много интересных новых комментариев и один из них хочу вам прочесть сергей танасугла спасибо это просто в точку путин и шваб москве подписали 16 договоров о разделении рф на 44 правовые зоны 44 проекта нмп нового мирового порядка запомните заканчивается рф оторах и принудительном выселении не граждан рф так как они граждане ссср и рсфср аборигены местное население если у них удастся гмо вакцинации то и депортировать не понадобится сразу куча рабов они уже давно все решили поделили а люди даже не думают на два-три шага вперед ладно сами за детей страшно оксид графена это сверхпроводник углерод наночастицы ну и так далее вот заметил про встречу путина и шваба и мой фильм в общем-то будет посвящен в том числе этой встречи я подойду к полной расшифровки еще раз а прежде вот информация прям идет на пи на перерез я даже не собиралась об этом говорить нам вдруг пришла мысли 44 да и вот песенка маршака стихи маршака а вообще это хам хармса стихи помните песенку такое даже было в старом советском фильме васек трубачев двухсерийный фильм и там мачеха товарища васька она напевала эту песню жили в квартире 44 44 веселых чижа ну и вроде бы такое стихотворение давайте его посмотрим вроде бы стихотворение такое детское что тут такого особенного даниил хармс 44 веселых чижа почему-то в соавторстве самуилом маршаком ну ладно жили в квартире 44 44 веселых чижа чиж судомойка чиж-поломойка чиж огородник чиж водовоз чиж за кухарку чиж за хозяйку чиж на посылках чиж трубочист чиж жич трубочист печку топили кашу варили 44 веселых чижа чиж с поварешка чиж с кочережка чиж скромыслом чиж с решетом чиж накрывать чиж созывает Чиж разливает, чиж раздает Вроде все неплохо, да? Дальше, кончив работу, шли на охоту 44 веселых чижа Чиж на медведя, чиж на лисицу Чиж на тетерку, чиж на ежа Чиж на индюшку, чиж на кукушку Чиж на лягушку, чиж на ужа Здесь уже как-то странновато Какой-то странный чиж После охоты брались за ноты 44 веселых чижа Дружно играли, чиж на рояле, чиж на цимбале Чиж на трубе Чиж на тромбоне, чиж на гармоне Чиж на гребенке, чиж на губе Что это? СМИ ездили всем домом К зябликам знакомым К зябликам знакомым, значит 44 веселых чижа Чиж на трамвае, чиж на моторе, чиж на телеге Чиж на вазу, чиж в таратайке Чиж на запятках, чиж на оглобле Чиж на дуге Тоже странно, да? И главное, не рифмуется На телеге, чиж на дуге На таратайке, на оглобле Не рифмуется, странно Спать захотели, стелят постели, 44 весёлых чижа, чиж на кровати, чиж на диване, чиж на корзине, чиж опять-таки на корзине, чиж на скамье, чиж на коробке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж на полу, чиж или пыш, или куар-код. Лёжа в постели, дружно свистели Сорок четыре весёлых чижа Чиж-три-ти-ти-ти Чиж-тирли-тирли Чиж-дили-дили Чиж-ти-ти-ти Чиж-тики-тики Чиж-тики-рики Чиж-тю-ти-люти Чиж-тю-тю-тю Ну, какая-то, в общем-то, странное стихотворение В савторстве с Маршаком Ну и тогда, естественно, хотелось бы посмотреть Биографию этого Хармса Вот он, Даниил Иванович Хармс Это у него псевдоним По фамилии Ювачёв Был репрессирован Арестован 23 августа 1941 года Скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942 года в Ленинграде Но тогда уже была блокада Реабилитирован 25 июля 1960 года И что здесь у нас есть интересного? Папа Даниила был народовольцем, революционером И вот что интересно В 1915-1918 По другим данным 1917-18 В годах Даниил Ювачёв обучался в средней школе Входившей в состав главного немецкого училища Святого Петра Вот у нас уже интересные Какие-то такие намётки получаются Совпадений Ну дальше вроде как бы В 1922-1924 годах Во второй детско-сельской единой трудовой школе 24-го в первом ленинградском электротехникуме Петербургский электрический техникум И он выбирает себе псевдоним Хармс Ну вот я смотрю его фотографии Довольно странный человек Мне не нравится его лицо Мне не нравится его взгляд А глаза, зеркало души Я, конечно, не знаю Не знакома с документами Но что-то меня настораживает в этом лице Мне он не кажется нормальным человеческим лицом Может быть, я ошибаюсь Ну, собственно говоря, я не ошибаюсь Потому что Хармс означает с английского Это означает вред Вот брать себе такой псевдоним детскому писателю Да, Даниил вред То есть он приносит вред Он прям себя Они должны себя обозначать Вот вред, ущерб, урон, повреждение Причинение вреда Это вот так вот по ходу у нас получается Такие вот у нас 44 веселых чижа Даниила вреда Прямо, прямо Зачем Маршак-то под этим подписался? Совершенно непонятно Ну и первый арест Его арестовали еще в 1931 году Хармс, Веденский, Бахтерев Были арестованы по обведению в участии в антисоветской группе писателей Причем поводом для ареста стала их работа в детской литературе А не шумные эпатирующие выступления о бериутах Хармс был приговорен коллегии ОГПУ к трем годам исправительных лагерей В тексте приговора употреблен термин концлагерь В итоге 23 мая 1932 года приговор был заменен высылкой минус 12 И поэт отправился в Курск, где уже находился высланный Александр Веденский То есть на первый раз, в общем-то, у него годом только обошлось небольшой высылкой Ну и дальше, в общем-то, естественно, логично, что у него проблема наступает с печатанием И публичными выступлениями зарабатывать ему на этом, на своем вредном псевдониме не удается Положение становится тяжелым И он переходит к прозе Непонятно только, почему в детском фильме Васек Трубачев взяли именно эту песенку «44 веселых чижа» А там Васек Трубачев сражается Это фильм про детей, даже не подростков, а детей, в общем-то, начальной и средней школы Как они сражаются с фашистами и выходят героями Почему взяли именно эту песенку? Вот как интересно Надо тоже пересматривать, потому что в советский кинематограф вылезали вот эти все ребятки Так или иначе, туда вставляли, сюда вставляли свои знаки Они, в общем-то, сейчас, когда мы начинаем все это видеть, они начинают нам буквально подмигивать, светить По большому счету, можно провести такую ревизию советских фильмов и буквально показать вам, где эти знаки рассыпаны На то, чтобы принимать алкоголь, на то, чтобы предавать товарищей Есть такие моменты Несмотря на то, что в целом массе советских фильмов, они замечательные Но враги-то они были всегда И поэтому, естественно, они лезли в зоны воздействия на умы Конечно же, они туда залезли и они шифровались И вот под этими шифрами, в общем-то, они и проходили В разные детские фильмы, фильмы для юношества Взрослые фильмы, само собой, они проходили Они должны были формировать отрицательные отношения и к себе, и к советской власти И вот второй арест У него он арестован за распространение в августе 1941 года В своем окружении клеветнических и пораженческих настроений Но это уже по законам военного времени В общем, Хамс этот вред, он этот себе псевдоним взял Но у палки всегда два конца Если одним концом он старался вредить Возможно, у него такая внутренняя установка была То второй конец этой палки, вот этого вреда, он накрыл его самого То есть не рой другому яму, потому что сам в нее попадешь Но эти законы никто не отменял Хамс рыл яму, конкретно он вредил И, в общем-то, он сам попал в эти ямы, которые сам и расставлял Кстати, вот еще один штришок такой В один из первых дней я случайно встретился у Глебовой с Хармсом Он был в бриджах с толстой палкой Они сидели вместе с женой Жена его была молода и не дурна собой Еще не было тревог, но хорошо зная о судьбе Амстердама Мы представляли себе все, что было бы возможно Он говорил, что ожидал и знал о дне начале войны И что условился женой о том, что по известному ему телеграфному слову Она должна выехать в Москву Он ожидал и знал о дне начале войны Вот, собственно говоря, а откуда он это знал? Вот откуда он узнал? Сталин, говорят, не знал, да? А вот Хармс почему-то знал Очень интересное совпадение Вот эта совершенно случайная информация внедрилась в мой фильм Я не собиралась об этом говорить Я даже не предполагала Это буквально вот села работать, монтировать И вот эта информация пришла И еще немного по Хармсу Его стихотворение «44 веселых чижа» Чиж на блатном жаргоне означает колопа Еще немного краски по Хармс уж для полного ознакомления Меня интересует только чушь Даниил Хармс Гений черного юмора и литературы абсурда Вот у нас такой товарищ Меня интересует только чушь Только то, что не имеет никакого практического смысла Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт Ненавистные для меня слова и чувства Но я вполне понимаю и уважаю восторг и восхищение, вдохновение, отчаяние Страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печали, горе, радость и смех Это 31 октября 1937 года он писал Вот такие люди писали детские стишки Которые потом вставляли в детские фильмы Вот что другого какого-то детского писателя-поэта не нашлось То есть надо было именно вот этого Даниила Хармса вставлять В детский патриотический фильм Васек Трубачев сражается Васек Трубачев и товарищи Ну вот так вот вставили Кому-то это пришлось по вкусу Вот именно таким образом Ну в общем сопоставляйте сами Не знаю, вот такие у него чижи были И почитайте это детское стихотворение уже с новым знанием Возможно вам откроются какие-то новые смыслы Напишите об этом в комментариях И все-таки этот фильм у меня будет посвящен Хармсу А тот фильм, который я хотела сделать вместо этого Он будет тогда следующим в очереди По продолжению расшифровки кода 19 А по Хармсу надо закончить Просто раз эта уже информация вошла так стремительно То надо обязательно ее освоить Нашла несколько статей о нем Вот не буду все зачитывать Есть у него поклонники свои У этого Даниила Хармса Но известно, что он не любил детей Но тем не менее писал детские стишки Но детей он не любил Не скрывая своей нелюбви к детям Хармс тем не менее создал огромное множество стихов И миниатюр для юных читателей Далее тут говорят, что его пытали Ничего его не пытали Он ненавидел советскую власть Он против нее говорил, высказывался Никто его не пытал Его сначала арестовали Вернее, как его взяли И отправили в ссылку Но ссылка это не пытка, извините Он оттуда пришел через год Он косил под больного, под шизофреника Он не хотел под мобилизацию вставать Когда война началась Он открыто выражал свою ненависть к советской власти Ну кто его за язык тянул Но он как бы, может быть, он такой мазохист И в конце концов его взяли не в тюрьму, как они говорят А его взяли, вот я нашла уже просто информацию О Данииле Хармсе и его аресте Из воспоминаний его супруги Его поместили в ленинградскую психиатрическую больницу Тюремную С диагнозом шизофрения Что он психически неадекватен Вот его поместили И его никто не расстреливал, как в Википедии пишет Он умер от голода, как и многие ленинградцы умерли От голода в 1941 году Ну и что здесь у нас есть? Раз уже мы по Хармсу идем То давайте немножечко поподробнее Легкость реабилитации Хармса, думаю, объясняется тем Что обвинения против него базировались на показаниях Осведомителя НКВД Стало быть, автоматически признавались ложными Это когда уже его реабилитировали в 1960 году Его реабилитировали А что здесь в отрывках? Первый же день начала войны был принят указ Президиума Верховного Совета СССР О мобилизации военнообязанных Которые уже на следующий день опубликовали газеты В нем говорилось, что мобилизации подлежит военнообязанной Родившейся с 1905 по 1918 год Следовательно, над Хармсом, родившимся как раз в 1905-м Вновь навесла опасность быть призванным в армию А он все время косил Он никогда, нигде не хотел работать, как его жена И действительно, ему сразу пришлось вновь проходить Медицинскую комиссию Свидетельницей чего стала Марина Малич Комиссия вновь признала Хармса негодным К прохождению военной службы И выдала ему белый билет Ну, видите, по чесноку все Ну, псих, значит, псих на тебе белый билет Через некоторое время ему удалось получить вторую группу инвалидности Вот и вторую группу инвалидности ему дали Все это воспоминания его жены Марина Надо сказать, что на протяжении всей книги Кобринский Ясно говорит, что шизофрению Хармс успешно симулировал То есть болен, не был Но его не смущает, что здоровый мужчина Косит от призыва, говоря современным языком Вот книгу о нем пишет его друг, как бы, Кобринский И якобы Хармс был нормальный Может, все-таки он не совсем нормальный Судя по его виду, по фотографиям Глаза там все-таки сумасшедшего человека Ненормального, неадекватного Дальше выдержка А потом немцы приблизились к Ленинграду И всех невоенно обязанных Прежде всего женщин стали отправлять На принудительные трудовые работы Рыть окопы Хармс со своим диагнозом был освобожден От труд работ, но Марине Малич Больной, ослабевшей, пришла повестка Подробности про болезнь и ослабевание Марина Малич к Кобринске не приводит Упоминание о ее слабости приводится Как само собой разумеющейся Может, по гендерным соображениям Но постоянно звучит мысль, что Ка бы ни принуждение Туда, на рытье окопов Вообще бы никто не пошел бы Ну да, и эти ребята Элитка, конечно, бы не пошла Под любым предлогом Ну кто-то должен копать окопы Но не они Но элитка, она всегда элитка и есть Она что в 1940-х годах элитка Что она в 90-х годах элитка Что она сегодня элитка То есть где бы не работать, лишь бы не работать Дальше со слов Марины Малич Долго и подробно описывается история Того, как ей удалось избежать От рытья окопов Все строится на оккультизме Мистики, общении с духом отца Хармса Но они вот этим всем еще и увлекались То есть я подозреваю, что он еще и сатанист был Вот я, конечно, не нашла вот стопроцентного доказательства Но вот подозрения у меня такие есть Предполагаю я Дальше выдержка Разумеется, Марина Малич не была вовсе освобождена от всех работ Военное начальство, освободив жену Хармса От рытья окопов, направило ее на трудовые работы внутри города Конечно, это было полегче, но она все равно страшно уставала С трудоустройством у Марины Малич не сложилось Но она пыталась, как следует, из той же книги Из этого же письма мы узнаем о попытках Малич устроиться на работу на завод, чтобы получить рабочую карточку До войны она периодически пыталась давать уроки французского языка Что почти не давала заработка А после начала войны, как легко догадаться Желающих учить французский больше вообще не осталось Увы, обещания знакомых устроить Марину на завод Так и остались обещаниями И так имеется супружеская пара, нигде не работавшая Избегающая всеми силами военного призыва Занятая только собственными делами и переживаниями Участие страны вместе со всеми гражданами В сопротивлении агрессору их не касается вообще никаким боком И тут происходит арест Хармса Кобринский приводит текст постановления И вот давайте мы почитаем эту цитату Постановление на его арест было выписано 21 августа И утверждено на следующий день В нем говорилось Йовачев Хармс Д.И. настроен Распространять в своем окружении клеветнические и пораженческие настроения Пытаясь вызвать у населения панику и недовольство советским правительством Йовачев Хармс заявляет Советский Союз проиграл войну в первый же день Ленинград теперь либо будет осажден Или умрет голодной смертью Либо разбомбят, не оставив камня на камне Тогда же сдастся и Балтфлот А Москву уже сдадут после этого без боя Ну, знакомые, да, и сегодня такие же речи звучат И далее Если же мне дадут мобилизационный листок Я дам морду командиру Пусть меня расстреляют, но форму я не одену И в советских войсках служить не буду Не желаю быть таким дерьмом Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков Во время уличных боев с немцами То я буду стрелять не в немцев А в них из этого же пулемета Ювачев Хармс ненавидит советское правительство И с нетерпением ждет смены советского правительства Заявляя Для меня приятнее находиться у немцев в концлагерях Чем жить при советской власти Совершенно ясно, что в данном постановлении Просто аккуратно переписан текст Поступившего на Хармса Доноса Это цитата из книги В котором перемешаны мельчайшие частицы правды С тоннами лжи Человек, написавший его, видимо, был знаком с Хармсом Хотя и не входил в близкий круг Его друзья об этом свидетельствуют Совершенно невозможно для Хармса Выражение типа Дам морду командиру Или сообщение о желании стрелять Из пулемета большевиков Видимо, не знал писавший И о наличии у Хармса освобождения От воинской повинности Что исключало его рассуждение О том, что он будет делать Когда придет мобилизационное предписание Далее я читаю статью Потому что уже человек проработал этот материал И я просто вас знакомлю Комментарии Кобринского Доноса Вполне справедливы Кроме этого Доноса Других свидетельств антисоветских агитаций Хармса не находится Что происходит с Хармсом после ареста Судя по всему, Хармс С самого начала прекрасно понимал Чем грозит ему арест в военное время Поэтому он с самого начала Делает ставку на психическое расстройство Разумеется, он понимал Что скрыть факты своей биографии от НКВД нереально Но меры сил пытался их исказить Видимо, но это же друг его пишет Видимо, чтобы создать впечатление плохой работы памяти Так, в частности, он сообщал Что был арестован первый раз Не в 1931, а в 1930 году Причем якобы освобожден Без предъявления обвинения На самом деле, как мы знаем Все было тогда совсем по-другому Хармс отправился в ссылку Странные данные он сообщает И о своем образовании Вместо упоминания об электротехническом техникуме В котором он, впрочем, проучился не так долго Хармс указал, что три года был студентом физико-математического факультета университета А своим отцом сообщает, что тот был археологом На самом деле, Иван Павлович Ювычев Получил штурманское образование А после освобождения стал религиозным писателем Зато Хармс не забыл указать Что отец был в свое время признан душевно больным Чего, на самом деле, скорее всего, никогда не было В акте медицинского освидетельствования Который был составлен тот же день, 23 августа В графе «Психическая эфира» указывалось В обстановке ориентируется Имеет навязчивые идеи Внимание понижено Высказывает фантастические идеи Диагноз, установленный, предварительно звучал Как психоз, шизофрения В заключении говорилось К физическому труду негоден Следовать этапам может В словесном портрете арестованного Отмечалось, что он хромает на левую ногу На руках следователя были справки Психиатрического диспансера и документ Об освобождении от военной службы По причинам психического заболевания Учитывая это, а также манеру разговора Хармса Который, разумеется, всячески старался Подтвердить свой психиатрический диагноз Я представляю, какое удовольствие было с ним общаться С этим товарищем Еще с таким взглядом 27 августа замначальника следственного отделения Вынес постановление о приостановлении следствия И направление арестованного на экспертизу Психиатрическое отделение тюремной больницы Эта больница находилась при тюрьме номер 2 По адресу Арсенальной набережной 9 Хармса был переведен туда 2 сентября Сама экспертиза продолжилась неделю 10 сентября было подписано заключение О психическом состоянии следственного заключенного Йовычева Хармса Даниила Ивановича 1905 года рождения Находившегося на испытании в отделении Судебно-психиатрической экспертизы Со 2 сентября 1941 года по настоящее время Со слов Хармса приводилось сведение 20 лет стал зарабатывать в качестве детского писателя В последующем также занимался литературным трудом Однако года 2, как писать стало труднее Стал увлекаться своими идеями Изобретательства, устранения небольшой погрешности В текущем году прошел комиссию на предмет Определения инвалидности по второй группе Далее характеризовались его Психические состояния и поведение Сознание ясное, правильно ориентированное Во времени, месте и окружающем Высказывает обширные бредовые идеи Изобретательства, считает, что он изобрел Способ исправлять погрешности Так называемый пикатум-порвом Считает себя особенным человеком С тонкой и более совершенно нервной системой Способной устранять нарушения равновесия С созданием своих способов Бред носит характер нелепости Лишен последовательности и логики Так, например, объясняет причину Ношения главных уборов Это желание скрыть мысли Обвязывает голову тесемкой или тряпочкой Всем своим изобретениям дает Особенное название и термин Критика к своему состоянию снижена То есть критику он не принимает на свой счет Эмоциональный тон бледный С окружающими контакт избирательной поверхностной Комиссия пришла к заключению Ювычев Хармс Даниил Иванович Страдает душевным расстройством В форме шизофрении Заболевание давнее Предсказание неблагоприятное Как душевно больной Ювычев Хармс В инкриминируемом ему деянии Является неответственным Вот его, пожалуйста Никто его не расстреливал Его освободили от этого деяния Так как невменяемым И подлежит лечению психиатрической больницы Вот и все Вот зачем привирать Зачем привирать, когда он И что его реабилитировать Если он сам косил под психа И в общем-то и диагноз Может быть он таким и был И там косить-то особо не надо было Поэтому в чем реабилитировать В том, что у него заболевание было Его же реабилитировали Что он невменяемый То есть недееспособный Его признали психическим Просто вот Психически невменяемым А не ответственным Не арестантом Тут нельзя не отметить тонкий момент Человек очень грамотно имитировал шизофрению Ему ставят диагноз с рекомендацией Госпитализация Но это автор этой статьи говорит Но у следователя были показания Об антисоветской агитации Выпускать в условиях военного времени Такого человека Разгуливать по городу И так охваченному волнениями Было просто нельзя Кобринский, похоже, считает Что Хармса надо было отпускать И уродствовать домой И вот дальше еще цитата Примерный месяц Следователь Бурмистров Которому попало дело Согласовывал с начальством Это все в блокадном Ленинграде Согласовывал с начальством Вызов секретного агента НКВД В качестве свидетеля Наконец разрешение было получено Он поставил возобновить следствие И в этот же день Допросил этого свидетеля Антонину Михайловну Оранжерееву В деле Оранжереева Переводчицу, работавшую В военно-медицинской академии Этот допрос, решивший судьбу Хармса Происходил 26 ноября Оранжереева рассказала Что с Хармсом она познакомилась В ноябре 1940 года Через своего знакомого Евгения Эдуардовича Сно Арестованного органами НКВД В начале войны с фашистской Германией Сообщив, что с Хармсом Никаких личных счетов Или неприязненных отношений не было Наоборот, отношения были весьма дружественными Свидетельница по просьбе следователя Дала следующую характеристику на Хармса С политической стороны Ювычева Хармс Могу карактеризовать Как человека, враждебно настроенного По отношению к ВКПБ И советской власти Занимающегося проведением Антисоветской деятельности Следователь попросил Конкретизировать факты Этой антисоветской деятельности Оранжереева ответил Неизвестно, что Ювычев Хармс Будучи антисоветски настроен После нападения фашистской Германии На Советский Союз Систематически приводил Среди своего окружения Контрреволюционную Параженческую агитацию И распространял Антисоветские провокационные Измышления Ну вот еще один человек Подтвердил это Другой Уже женщина Секретарша Ювычев Хармс Кругу своих знакомых Доказывал, что Проражение СССР Войне с Германией Якобы неизбежно И неминуемо Ну как вот Ну как вот Ну как такого отпускать Это еще ему повезло Что он просто в больницу попал И если бы в Ленинграде Не было блокады Он бы выжил Еще жил бы И продолжал бы На Советскую власть Лить грязь Хармс Ювычев Говорил, что Без частного капитала Вот они что хотели Не может быть порядка в стране Вот они что хотели Вот знаете Я сейчас читаю Впервые вместе с вами Вот эту вещь И поскольку я И другими материалами Интересуюсь И в том числе Материалами Великой Отечественной войны Но поскольку Я и деда своего искала И материалами По тому Как вел себя Жуков И что его Многие историки Военные историки Считают именно предателем Но просто его Сразу не распознали Нельзя было Потом говорить Но в общем-то Он участвовал По всей видимости Тоже в сговоре И поэтому Первые неудачи войны К ним был причастен В том числе Жуков И вот эта строчка Вот Я просто прошу вас Тоже запомните Напомните мне об этом Я потом сделаю фильм Именно вот По Жукову И по другим товарищам По Руслановой Вот именно Вот эту строчку Они хотели капитализм возродить Они хотели С помощью немцев Здесь свергнуть Советскую власть И установить Капиталистический строй И он Естественно Был в курсах И вся элитка Это Где он вращался Этот Или с кем он там Почему он знал Начало войны Нападения Германии Откуда он знал Значит он был в курсе И он общался С этими людьми С предателями Это вот сейчас Мы можем сказать Спустя столько лет Характеризуя положение на фронте Ювычев Хармс Заявлял Что Ленинград Весь минирован Посылают защищать Ленинград Невооруженных бойцов То есть он Вместо немецких Агитационных Листовок Вот он Сам эти вещи говорил Скоро от Ленинграда Останутся одни камни Если будут в городе Уличные бои То Хармс Перейдет на сторону немцев И будет бить большевиков Вот И его не расстреляли Представляете Вот Если эти вещи он говорил Хармс Ювычев говорил Что для того Чтобы в стране хорошо жилось Необходимо уничтожить Весь пролетариат И сделать их рабами Ювычев Хармс Высказывал Сожаление Врагам Народа Тухачевскому Егорову И другим Говоря Что если бы они были Они спасли бы Россию От большевиков Других конкретных Высказываний В антисоветском духе Ювычева Хармса Я теперь не помню Ну И что еще Надо про это Сказать И почему тогда Каким образом В этот фильм 1955 года Васек Трубачев И товарищи Была включена Эта песенка Да Пускай она шла фоном Пускай она не была главной Но она была включена Внедряли вот эти вещи Вот когда они готовились Вот когда они ждали Вот знаете Сколько лет им понадобилось Чтобы Свергнуть советскую власть Установить капитализм И вот такие как Хармс И никто его не пытал Никто его не расстрелял А ведь он Сейчас мы смотрим Он достоин был Если он вот эти вещи говорил Да во время войны Да только то Что псих И вот это его спасло Посмотрите тоже Гуманность людей Его же никто не уничтожил Его лечили Он вместе со всеми Он вместе со всеми Страдал Он голодал Вместе со всеми Потому что и все остальные Голодали Мы не знаем Что с этими врачами Были Может быть Те врачи Которые его помещали Они еще раньше него Умерли от голода Мы не знаем Эту историю Это просто Вот оно вот так Вот вылезло Мне сейчас Вот поэтому Я про него и знать не знала И могу сказать Что мне очень неприятно Эта биография И то что я узнала Мне мерзко От этого человека Мерзко Но продолжу Ведь они показывали Что хотя он психически болен Он все же преступник И поскольку по причине болезни За свои действия Он не отвечает То его следует направить На принудительное лечение 28 ноября Следователь Артемов Тот самый Который вел Единственный допрос Хармса 25 августа Вынес постановление В котором указало Что Хармс С начала войны Между СССР И фашистской Германией Проводил среди своего окружения Контрреволюционную Пораженческую агитацию Направленную К подрыву Мощи Советского Союза И разложению И деморализации Тыла Красной Армии Поскольку Согласно заключениям Психиатрической экспертизы Он является Невменяемым То дело Направляется В военный трибунал Пограничных внутренних войск НКВД Ленинградского военного округа Для применения В его отношении Мера принудительного лечения Через неделю 5 декабря Это постановление Было утверждено прокурором А 7 декабря Состоялось заседание Военного трибунала После доклада Прокурора И судокладчика Члена трибунала Было вынесено решение Ввиду того Что согласно заключению Судебно-психиатрической экспертизы От 10 От 9 41 Обвиняемый Ювачев Хармс Призван Душевно больным И невменяемым В инкриминируемом Ему обвинение Но по характеру Совершенного им Преступления Он является опасным Для общества Руководствуя статьей 2 Указа Уголовного кодекса РСФСР Ювачева Хармс Направить Психиатрическую лечебницу До его выздоровления И дело Возвратить Первый спецотдел УНКВД Л.О. В середине декабря Хармс Был переведен Тюремную больницу При Кристал Тюрьма Номер 1 Психиатрическое отделение Осталось написать Только о фантастической Судьбе вдовы Хармса Марины Малич После смерти мужа Ее уже больше Ничто не удерживало В Ленинграде И она эвакуировалась Попала на Северный Кавказ В совхоз Недалеко от Орджоникидзе Владикавказ Откуда первым делом Она послала письмо Маршаку Об участи Хармса Это письмо Маршак получил Через некоторое время Началось немецкое Наступление на Кавказ И село Где она жила Было захвачено Некоторое время Она жила в оккупации Когда подошли Советские войска Немцы забрали ее с собой И увезли На работу в Германию Вот пожалуйста Если она в Советском Союзе Избегала работ Но все-таки Судьба ее Принудила Работать И уж что она там Дело в Германии Она работала Под здами До окончания войны Потом ей удалось Пробраться в лагерь Для французов Выдав себя за француженку Она попала в Париж Затем приехала в Ниццу Во Франции Она познакомилась Наконец со своей матерью Которая бросила ее в детстве Никакие моральные обязательства Не связывали Марину С родительницей И Малич вышла замуж За ее супруга Своего отчима Ну супер Вышеславцева Ну молодцы ребята Вообще Вот эти вот Ребята сионисты Затем она переехала С ним в Венесуэлу Где ее третьим После Хармса И Вышеславцева Мужем стал представитель Старинного дворянского рода Дурнова Впрочем И Малич по бабке Была из Голицыных В 1997 году Сын перевез ее в США Где Марина Малич умерла В 2002 году На 90 году жизни Ну крутяк просто Ну действительно Вот это судьба Вот это да Но они вообще Ребята устраиваются Это не только Она такая Такая же вот Галина Серебрякова Тоже интересная судьба Можно О ней тоже сделать фильм Хотя может быть И не стоит их всех Они все такие приспособленцы И в общем-то Многие дожили До глубокой старости По национальности Они еврейки Конечно Но вот Хармс Вот этот Он был русский Поэтому здесь Вот никакого Антисемитизма нет Потому что вот этот Хармс Он был тоже В общем-то Такой гницкий Все были разные И русские были разные И евреи были разные Во время войны Это все проявлялось Кто есть кто Но вот Маршак Меня очень сильно удивил Что он прикрывал Вот этого Хармса Значит он все-таки Был не настолько чист А вот его Родная сестра Маршака Она написала Великолепную книгу Которую я восхищала С детства Это Четвертая высота Гули Королевой Но вот как они Так умудряются Я не знаю Ну и Кобритский Александр Аркадьевич Даниил Хармс Автор дает ссылку На эту книгу Которую можно прочитать Откуда он и брал Эти цитаты Ну еще В завершении Этого своего фильма По Хармсу Если мне могут сказать Что я перевела там По-английски Харм Это вред А у него все-таки Хармс То если мы добавим К слову вред Букву С Оно Своего смысла Не поменяет Если вы мне не верите Давайте проверим Прям переводчики Давайте найдем переводчик Вот у нас Харм Вред И давайте добавим Букву С Что у нас получится Получится вредит Еще лучше получилось То есть Даниил вредит И это детский писатель Вот Какие детские писатели Не дай бог Вообще К детям куда-то близко Подпустить Ну явно Тем более псих Тем более этого Психопата Со справкой Шизофреник он Или кто он там Ну ненормального человека Который ненавидит Еще этих детей Вот как их подпускать Вот как они пролезают Ну вот давайте На этом закончим А в следующем фильме Мы поговорим О расшифровке Раскодировке И как противостоять Вот этим Сатанинским Кодировкам Мы поговорим В следующем фильме Благодарю вас За внимание Надеюсь вам было интересно Мне самой было интересно Я прямо у вас на глазах Занималась Исследованием Что называется Итак с вами была Галина Конышева Подписывайтесь на мои каналы Оставляйте свои лайки Комментарии Всех вам благ До свидания Постараюсь долго Не задерживать С новым фильмом